Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ, Исущим во грабеже его даровал, Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ, Исущим во грабеже его даровал. Господь наш Бог, именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителем, молим Тебя, Прибыть с нами, чтобы мы пребывали в истине Твоей. Научи нас, Господи, возрастать от веры к вере, Утверждаться в познании Слова Твоего, чтобы истину Твою могли донести людям, которые погибают в незнании, во тьме. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне, всегда и в веке, веков. Аминь. Я все говорю, как Бог во свне открывает студию многими. Вот сегодня Ана от этого, Львов Николаевна, Ана-то во свне открытие получила. Стих определённо сказать. Никто не сказал, а она сказала. Можно дополнить? Я вчера просто об одном своём жительском вопросе задумалась, как мне его разрешить. И не читала шестнадцатую главу Руси, не читала её от начала. Там, где приставник неправедный, богатствами как распоряжался. Всё можно оставить написанное в толковании, а взять только сыны света и стены тьмы. И как мне это хорошо помогло, мне такая радость сразу появилась от этой главы. И до конца это для меня было просто счастье. Потом я пошла в храм Андреевский. Чтобы получить сейчас дух из титана на лбу и оформлазание. И транспорта не было, я не могла уехать. И сходила к храму Андрея Первозванного. Была вся на службе. Народа у неё так много. Но была наша сестра Тарасова Лидия Павловна. Я не стала при всех говорить. Потом мы, когда служба закончилась, вместе с ней встретились. Она ссылалась на то, что храм рядом. Да, действительно у неё дом рядом, подъезд прямо рядом с храмом. Радовалась тому, что она дожила до этого времени. Сильно уж тяжкие болезни у неё были. О них она тоже говорила. Ну, мы же неделю о расслабленном. По грехам нам и болезни Господь даёт притерпеть. Я к ней с одним вопросом только. Поблагодарить надо же общину и Отца Духовного, что столько времени вас Господь вёл именно в этой общине. Но она на это пока... Простите, меня осуждать не буду. Она сказала, храм рядом я сюда ходить буду. А куда уже я вроде не пойду. Простите её, дорогие братья и сёстры. Я ещё раз к ней позвоню именно о том вопросе, о котором сегодня просили сказать. Поздравляю с воскресным днём и о Десятине. Потому что это важно для души. Она же хочет спастись тоже. Для неё, может быть, это и не важно, куда приезжать, в какой храм. Везде храм православный, всё. Бог один, храмы православные есть. Но этот вопрос важен для того, чтобы не обворовывать Господа. Десятину нести. Вот этот вопрос меня как раз и подвиг сказать то, что вот я сейчас сказала. Простите, занимаю время занятий. Благодарю. Помолитесь об этом. всё здесь сюда. А мы здесь с тобой. А мы здесь с тобой. А мы здесь с тобой. Евангелие. Это, ой, простите. Второе послание. Коринфянам. 6 глава. 16 стих. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Толкование. «Неверные – суть храмы идолов, или даже самые идолы, а вы – храм Бога. Не того, о котором они баснословят, но живого. Итак, какая совместимость, то есть подобие, сходство между вами и ими, дабы не показалось, что льстит, писанием подтверждает, что они – храм Божия. Обитание в нас Бога обусловливается чистотой жизни, а хождение Его в нас приобретается старанием. Ибо Бог живет в человеке тогда, когда Он чист. А когда Он побуждает его к другому какому-либо делу, говорится, что Он входит в Нем Богом. Это значит, когда Бог бывает Его Богом, то Он вступает в чин патриарха». Знают все, что одно из свойств Господа Бога – вездесущность. То есть Бог присутствует везде. Но баптисты и другие часто задают такой провокационный вопрос – где нет Бога? – В сердце грешника. В сердце грешника. Но там Его нет. – Нераскаянного грешника. – Понятно, что нераскаянного грешника. Когда Он раскаялся, Он уже не грешник. Он уже прощен жертвой Голгофской, Христовой. Тогда Он опять вновь возвращается в это жилище, в эту храмину. – А почему провокационный считается? – Почему провокационный? – Ну, Он же вездесущий. Значит, Он везде должен существовать. В этом и провокация, я считаю. Потому что написано, и будет Бог все во всем. – Будет. – Да. – Грешников уже не будет. – И будет Бог все во всем. На этом стихе Ориген построил свой домысел о том, что в конечном итоге даже страдания закончатся грешникам. – Это как бы учение его или как предположение было осуждено церковью Оригена. По нашему православному учению муки грешников будут вечны. Семнадцатый стих. – Я за вопросом, который сказал Виктор Андреевич, вижу другое. Вот и говорите храм. Это все сектанты говорят. Мы – храм Бога Живого. Я говорю, а как же написано? Храм построили. Пришел в храм свой до молитвы. Они это намертво отрицают. Вот эта узость взгляда на истину сектантская. А почему вы думаете, что сегодня храм? Да мне думать-то не надо. Зачем думать, когда это сказано? Если я думал, выдумывал. Вот оно написано. Бог говорит, и когда вышло святилище. Храм называется святилищем. С этим согласны. Я говорю, а почему же вы так укорачиваете? 57 глава, там 15 стих. Книга порока Исаии говорит. Господь, я, Бог, обитаю на высоте небес. Ну, все согласны. Бог въем, но сущий на небесах. Дальше, запятая. Восвятилище. И с сокрушенным сердцем. Вот три места обитания. Почему вы берете только два? Они смотрят. Я говорю, а может кончилось? Восвятилища его нету. Когда написано, говорит, клянущийся этим клянется и храмом, и живущим в нем. Живущим в нем. Считаю, 23 глава им. Значит, живет, живет. Вот на этом месте, значит, мы видим православие, это широта взгляда. Это не широта пути в ад, а взгляда. Бог на небе, Бог в храме, где совершается престол, литургия. Храмом называется то место, где есть престол, где совершается литургия. А если куполов полно, а престола нет, храма нет. Это просто заброшенный храм. Он уже не храм. Он заброшенный храм. Храм делается храмом только от того, что там совершается литургия и все необходимое для этого. Люди этого совсем не знают, даже православное. Запомните, где Бог живет на небе, в храме, во святилище и с сокрушенными сердцем. Ни с гордыми, ни с надменными сокрушенными. Все время чувствуешь какая-то виновность. Вот тот пал, а может этот, а из-за меня, может у него такие отношения где-то. Ты все время уму не давай закисать. Прокручивай. Сокрушение. Почему так много этой бюрократии? А потому что в очереди не хотят многие оставить. Скорее деньги сунул, побежал. А он однажды их потонув, он теперь всех ставит под это условие. Все должны дать ему. Сегодня об этом читали. И не я же писал статью. И все эти бюрократии, взяточники называются бесы, демоны. Избавив нас от лукавого. То есть эти люди заставляют нас молиться. Мы окружены демонами. В четыре раза больше, чем при коммунистах стало вот этих. Я в кровоадминистрации был, заходил, один стол стоял. Прихожу, два стола сидят. Зачем два, не знаю. Прихожу, в следующий раз пять столов стоят. Вот так в круговой даже зайти. Между столами только проходить надо. Всех пристроили. А чтоб пристроить надо Государственная Дума. Тут на местах Дума. Законодательное собрание. Они проводят закон. И по закону они получают деньги. Но ты-то живой. Ты же знаешь, что ты ничего не делаешь. Верующие идут работать в еврейские банки. Но ты же знаешь, что грабится народ. Вот Ливию разбомбили. А в Ливии-то было так, что если человек дает банкир, дает под проценты смертная казнь. Да у нас сегодня в один день почистил этот Каддафи Муаммар. Давать под проценты, слово Божие говорит, это смерть, расставщичество. А у них сегодня это, пожалуйста, ипотека и прочее. Закабаляет и пока рассчитается, раза в два-три больше уже заплатит. Вся Америка в долгах. Я был с цархиепископом Сенкевичем Антонием. Он говорил, ух и дурной народ. Вот эти даже верующие живут, говорит. Взяли, сейчас уже третью стоимость дома оплачивают. Но зато мы сразу зашли. Правильно, ну где же верующие были? Почему не помогли купить-то? Надо было обратиться и без процентов взять. И отдать сколько взял с учетом инфляции, какой процент. Мы потерявки сразу это установили. Брать деньги с пересчетом на кирпич и на доски. Взял, сколько дал? Дал пять тысяч. Сколько можно купить? Сто кирпичей. Все. Он отдает через три года. За это время за пять тысяч он может купить только десять кирпичей. Нет, ты теперь взял на сто кирпичей? Сто кирпичей верни. Законно. И поэтому я одного так купил. Я столько-то платил. Я ему даю в расчете, в расчете. Да ты ж теперь не купишь на это. Я ему даю в три раза больше. Он удивленные глаза. Да как это так? Когда я столько давал, математика не работает. Тебе не купить на те деньги. И вот сегодня работают, помогают. Греховные просто места. Не надо там быть. И ты увидишь, как начнет все меняться. Ты должен давать что-то. Без чего нельзя жить. Без этого даже. И говорить нечего. Можно жить. И вот это все надо применить к Слову Божию. Мы вот сегодня слышали эти бесы. Не зря Достоевский написал роман «Бесы». Это все революционеры, Ленин и Гитлер. Все это бесы, демоны. Ведь книга была запрещена этот роман. Потом его уже открыли. И вот только что прочитал, сразу к себе это бери. «А как это к нам? А как это к тем? А как к этим?» Чтобы полная развертка Слова Божия была. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. «И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас в полкование. Не сказал, не делайте глупостей, но не прикасайтесь к ним. Нечистота же бывает двоякая, телесная и душевная. К душевной относятся нечистые помыслы, нечистые взгляды, злопамятства, обманы и тому подобное. А к телесной нечистоте относятся блуд, прелюбодеяние и всякое плотоугодие. «И так хочет, чтобы мы были чисты и от той, и от другой нечистоты. Выйдите из среды неверных и отделитесь. То есть живите отдельно и будьте чистыми, и тогда приму вас. Ибо когда отступите от пороков, тогда соединитесь с Богом». Я хотел сказать, что Соломон очень много пишет о нечистоте и он предупреждает, ну и Серахов тоже, предупреждает юношей там, мужчин, чтобы они с женщинами там рядом не садились и так далее. И написано у Сераха, что по поднятию ресниц познается нечистая женщина. Наклонность к глуду. Наклонность, да, даже больше того, наклонность к глуду познается. То есть поэтому здесь как раз говорится о душевном состоянии, причем к душевному состоянию даже нечистый взгляд относится. К душевному уже. То есть человек еще не знает, а уже может себя исследовать, где он находится. Как ты взглянул? Расположение какое твое было? Вот и исследуй себя, верили ты. Но уж о блуде там, как у нас написано, получается, 15 правило дисциплины нашей. А табакокурение, пьянство, волшебство, бродобритие, даже и не поминается это. То есть поэтому вот Игнатина часто мне нравится, он говорит, что к нам в наше общество, в наше общину тяжелее попасть, чем в отряд космонавтов. И я все время, как смотрю, они опять космические корабли запускают. Там уже японцы, австрийцы там, ну подряд, итальянцы, кого только не было. Я думаю, а у нас-то опять никто не пришел к нам. Опять побыли немножко и ушли. Но в этом году-то, слава богу, крестились. И то. Крестились-то крестились. Здесь уже один ушел. Хорошо там супруга такая, надежная. Слава богу. Кстати, как они там, не болеют? Точно-то забыли про них, про крестину-то с малышкой. Восемнадцатый стих. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и пчерями, говорит Господь Сидержитель. Толкование. Видишь ли, как пророк давно предсказал о нынешнем возрождении и усыновлении, совершающемся в нас через крещение. Потом дома. Комментарий Игнатия Тихоновича. Всюду, где говорится о спасении через крещение, говорится об этом таинстве, как о завершающей стадии рождения свыше. Принятие Христа в свое сердце, полного перехода на сторону Христа. Сегодняшние же, в кавычках, крестители, все сводят только к самому акту крещения. Совершенно не научив ничему предварительно людей. И такое отношение к крещению и само крещение есть ложь. Вопрос можно? Можно. Ну вот сегодня я впервые увидел человека, которого крестили. Вот у нас девушка пришла, вот София. Ее крестили в Иоанна Богослова троекратным погружением. Полностью, причем с волосами. Но там применялась симония, то есть деньги платили за крещение. Иван Игнатийович, у нас... Почему вы научили первый пункт сначала? Симония это во втором месте. Первый. Учили ли они? А, еще учение, да, должно быть. Ну а без этого идите научить и все народы. Кто будет веровать, чтобы веровать надо научить. Вера от слышания, от слышания мало что слышать. От Слова Божия. Из Библии он учил ее или нет? Вот как мы изучали. Подготовка к крещению у нас 450-500 часов в университете. Четыре года. Видно, что не было, да? Ясно, что нигде так не учат. По Библии полное толкование святых отцов. И каноны, и жития, и противосектантское, все проходили люди. И несмотря на это, еще половина отсеется. Ведь если этого не было, тогда просто вот показывали эпизод, когда в озере крестили несколько сотен человек сразу. Крестили. Троекратное полное погружение. Не сотен, тысячу сто, что ли, там вот передавали. Ну, без научения, без оглашения. Никогда нет оглашения. Ну, был грешник мокрый, сухой стал, вышел из воды, стал грешником мокрым. Только и вся перемена-то. Он не научен новой жизни-то. Для чего он совершил это так? Его никто не научил. Потом он придет в храм, разденет трот и скажет, ой, мне что-то попало. Это что? Таинство так же поставили. Да. Вот все разговоры надо сводить к тому. Ты чтобы это понял. Понял дальше. Какой выход? Дальше. Какое я, конкретно я, могу принять в этом участие, чтобы исправить положение? Вот тогда это имеет весь смысл. А так, есть такое выражение, голова говорит как земной шар, а сердце как песчинка. Ничего не вмещается, все это мимо идет. Ну, ты это узнал. Ну, а дальше-то что? Чтобы был у тебя наклон к тому, что я могу в этом деле участвовать. А какой результат будет? От нас это не зависит совершенно. Все Бог возвращает. Но делать надо. И вот начинают люди какие-то выводы делать. А вот написано, отделитесь от мира. И мне в интернете сколько раз говорили, это конечно хорошо, нам все нравится. Что-то я хотел бы, но я не потяну это. У вас такой строгий устав, краситься нельзя. Педикюр, маникюр там нельзя перечислять. Ну, как жить-то без этого? Ну, она не может никак жить. Ну, но нравится. Ну, а что вот вы замкнулись? Надо же миссионерскими делами заниматься. Это больше, чем нашего, трудно найти. Ни по пространству, ни по возможностям. Ну, представьте, что мы на Тихом океане ушли в Атлантический. Мы с Сабоном от Владивостока закончили самым полуостром Афины. Рядом только прошли Турцию, Скандинавию. А человек ничего не знает и судит, как говорится, с кондачка. Он думал, потеряв, к этому замкнулись и ни одного не... Да к нам какие люди-то едут? Откуда? С каких стран? Какие корреспонденты телевидения? Учатся в университетах. Мы не пензенские затворники. А человек начинает судить. Он не понимает и не слышал, почему он предвзятое суждение. Ему сказали, а то он подвизгивает, лает, бегает вокруг колокольни. А ты делом покажи. И я ни одному человеку ни разу не сказал, да вы хоть посмотрите, да чем мы занимаемся. Ни разу ни одному не надо. Ему это закрыто. Придет время, он издаст вопль ужаса. Я был рядом. Я сегодня только утром получил такое. Что у нас было? Не научили. Как мы жили? Перечисляют все. И вдруг я нахожу это. Да я незаконно. У него жена венчанная, живая. А мы повенчались. Архиерея разрешил. Выходит, я незаконная жена у него. Отец Игнатий, подтвердите то другое. А потом узнали, что венцы-то не надевали. Так может быть, не действительно венчание-то? Тогда я у него законная, единственная супруга. А та-то курица уже сдохла в отвал. Я говорю, нет. Есть таинство не венчания, а бракосочетания. Бракосочетания действительно. Венчания не было. Венец не надевали. Венчание это только обряд. Венец надевать-то. И она опять. Тогда что? Выходит, я опять и жена. Она в роли жены побывала только нож сегодня одну. Когда просчитала вчера. А сегодня утром, может, скинулись. Ну, людям-то надо это дать знать-то. И какой выход? Я говорю, спасение желаешь? Желаешь? Ну, поговори с мужем-то. По-хорошему-то. Ну, разойдитесь, да не грешите. Ну, сколько тебе лет? Тридцать семь. Ну, не такой же факел в небо-то, как восемнадцать лет-то. Уже огонь-то маленько погасает. Женятся бесконечное число раз. Ну, отстынь маленько. Тогда за этим что у тебя есть? Ты глянь маленько. Ты гляди, что надвигается на страну, на Россию-то. Вот поставили сейчас этот документальный фильм. Соловьев поставил. Два с половиной часа идет. Называется «Президент» про Путина. И там, я не знаю сколько, но минимум где-то раз около пяти было. Показывают обстановку и говорят, страна стояла на грани полного распада, развала и ухода в небытие. То есть, люди некоторые даже не знали. Жили и жили. Страна стояла на грани полного исчезновения, Россия, когда уже разделились и все. И вдруг вы сегодня все это поворачиваете от Путина и прочее. Не знаю, но, конечно, многое сделано при нем было. Я всегда говорил, у него очень хорошие советники. Я не говорю про воины там где, а вот в этом плане как. Ну, маленько ты глядите и знайте, куда устремиться на молитву-то. Верующий скучать не может никак. У него все время боязнь потерять связь с Богом. Вот Атуминский Алексей об этом как раз говорит. Душа в душу сошлись. Вот прочитал это. Выйди, народ мой, не прикасайся. Ну и не прикасайся, это уже тебе не принадлежит. У тебя венчаная жена осталась. А я к архиереи схожу, он разрешит. Ну чего ты пойдешь к нему, архиерея-то сам не один раз разведенный. У него жена живая. В мастырь не отправил. Он сам-то антиканоничен. Понимаете, вот игра какая-то идет. Ты по-хорошему хочешь спасаться? Спасаться построже возьми. Планку чуть-чуть подними. Узнал все. Деньги хорошие плати детям, внукам. Там у тебя же родня осталась где-то. Поднимай людей. Но больше всего на дело Божьей жертвой. Естественно, все время меня со всех сторон долбят. Второе послание к коринфянам, 7 глава, 1 стих. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню страхи Божьи. Толкование. Какие обетования? То есть, что мы, храмы Божьи, что в нас обитает и ходит сам Бог и Отец. Очистим себя от нечистых дел. Ибо это означает скверно плоти и скверных и страстных помыслов. Ибо это означает скверно духа, то есть души. Недостаточно, говорит, удерживаться от нечистоты. Но должно делать и нечто доброе, святыню, то есть чистоту, целомудрие. Присовокупил страхи Божьи. И потому, что есть целомудрие, сохраняемое из человека угодия, а не в страхе Божьем. Или для того, чтобы показать нам, как должно сохранять оно именно в страхе Божьем. Ибо как невелика сила плоти, но имей страх Божий и победишь ее неистовство. Под святостью, разумеет, не одно целомудрие, но и вообще всякую чистоту в жизни. Дальше? Дальше-то дальше, это правильно. Вот апостол Павел как говорит, мы умеем так говорить людям или нет? Приноравиться к этому что? Я спрашиваю, ты где, Адам, где ты? Бог что спрашивал, плоти его видел или не видел? Ну, от Бога как он спрашивался, как ребятишки в прятушки играет, а там лежит голый. Он спрятался, и Ева там где-то рядом притаилась. Оба голые, еще не одеты они были. Вот трудно их найти. Разыгрались малые детишки. А ведь надо-то смотреть было. Бог искал его внутреннего, чтобы он поднялся и сказал виноват. Он ждал покаяния, вызывал покаяния. Другого-то ничего, как епископ Лиссариона-то описывает. Там ничего больше не было в этом. Бог знает. Но он дает шанс, чтобы ты сначала к милиции. Ну давай, пиши явку с повинной, тебе сразу меньше будет. Ну, а игра какая? Явка с повинной? Сначала верни деньги, которые награбил. Явка с повинной убил. Теперь умри сначала. Ты за смерть должен умереть. Каждому показать. А у Бога-то не так. Ты сознайся. Признай грех, говорит. Я возьму вину на себя. Я живу в этом. А тело живет в одежде. Сними с тебя одежду. Как оно будет выглядеть? Убери тело. Как будет выглядеть душа? Вот этого не знает никто. Какая она? В каком месте живет? В голове? В глазах? В сердце? В печени? Никто не знает, где она. А Бог, как внутри вас будут ходить? А что там ходить-то? Там только разрежешь. Там какие испарения, кровь, да все. А Бог говорит. Ты все должен понимать на другом уровне. Это храм. Храм самый драгоценный. Великий. Неподражаемый. Единственный. И Бог запечатлел и показал. Это имя даю, которым никто не может носить. И у людей вот дактилоскопия. На каждом пальчике вот эти вот, когда отпечатки нету. За всю историю мировую не было двух одинаковых отпечатков пальцев. Исследовали 20 тысяч снежинок. Ни одной одинаково не нашли. Исследовали 30 тысяч пшеничных. Ни одной одинаково не нашли. Все разные. Мы так этого не видим. Ну для нас это кажется. Нет одинакового. Похожие есть. И так и человек. Своя печать. Положен. Положил. Как его говорят. На руку печать. Вот она. Где-то задел. Оказывается преступников ловили. Он прислушался дома или нет. Он за мной. Замочный скважин. И по отпечатку уха нашли. Оказывается уши. У всех разная конфигурация. Его по уху нашли. Ну как Шарлок Холм. Дедуктивным методом. Вот. И это когда ты знаешь. И тогда на себя будешь смотреть по другому. Сейчас показывают качки. Называют накачанный мускул мальчики. Одному пять лет. Другой восемь. Написано. Самые сильные в мире дети. Ну действительно. Как он стоит сзади. Как показывает мускул. Вот так вот берется. Это не монтаж ничего. Он вот так вот держится. Турник низкий. И на одной руке вот так вот и висит. Это невозможно. Это должен штырь какой-то железно забитый быть. За турник вот так вот держится. И вот так вот висит и даже не дрогнет. Это ни один взрослый не сделает. Ну видно что очень мускулистый. Но что дальше то будет. Вы ему не говорите о смерти. Это не надо говорить. Надо. Как и Асафа Варлама житие. Надо. И тогда все будешь смотреть. У нас потерявки были. Которые спортсмены. Это самые ленивые люди. Ему нужно чтобы кто-то видел. Свистел. Помогал. Слава ему. А работать он не будет. Копать яму там. Носить. Шкурить там что-то. Он не может. Он чуть-чуть. Он тенечек где-то. Так и здесь. Не зная внутреннего себя человека. Ты над этой душой не будешь тренировать. И ты все время будешь за ней замечать. Не так понял. Сколько учусь и не знал. А вот это откровение. А вот это. Здесь опять я новое нашел. Господи. В каком запущенном состоянии. В каком запущенном состоянии. Мой сад. Виноградник. Мой храм. И ты его так и не покинул. В разуми. Подай. У тебя все время будет пульсировать. Волна молитвенная. К Богу. Осознание. Божение кроткое. Блаженно нищие духом. Это все заложено здесь. При признании души. Отвергай душу. Ничего нету. Жил. Жил. Умер. На могиле лопух. Какая скукота. А когда верующий у него минуты свободной не было. Вот. Приходит. Я спрашиваю. Ну как с братом работалось? Да день хорошо. Там уже крышу начинает. А они меня спрашивают. Ну я сижу. Ну рухлядь. Но у меня даже полминуты свободной нету. Все абсолютно занято. Я тогда рассказываю ему. Он бросается. Садится. Это сегодня там смотрит там. Сидит. Это Бог дает. А будучи неверующим. Не будь того дня. Поворотного у меня. Как у Савла. На пути в Дамаск. Страшно сказать. Да давно бы меня мужей не было. Вот и все. И поэтому в каждом слове я должен увидеть любовь Божию ко мне. Желание преобразить меня. Я себе не принадлежу. Я его. И поэтому смерти нет. И он назначил этот переход через тление. В прах и в прах возвратишься. И тогда у тебя понятия никакого нет о смерти. Ты совершенно на все смотришь. И ты понимаешь. Он умрет. Приготовь его к смерти скорее. Второй стих. Вместите нас. Мы никого не обидели. Никому не повредили. Ни от кого не искали корысти. Толкование. Опять говорит о любви. Прежде навел страх на них. Сказав, что они отступили от него и присоединились к неверным и нечистым. Теперь смягчается к ним, говоря. Вместите нас. То есть дайте нам пространное место в себе, чтобы нам не было тесно в вас. Намекая же на лжи апостолов, говорит. Никого не обидели в имуществе. Никому не повредили. То есть не обольстили, повредив ум нечестивым мучением. Никого не искали корысти. То есть не искали себе прибыли под предлогом проповеди. – В Эйдар доходит одна, я 10 лет была у эговистов. Кто с эговистами связан? Послушайте. – А потом отошла. Долго не была, я горнулась и ещё решила сходить. «Может быть Бог меня возвращает туда?» А когда зашла, я поняла. «Это не моё». Она ещё не пришла. Но уже православная. Потому что я узнала какие они. Вот когда говорят или льстивые слова друг другу. «Брат, дорогой, сестра». Когда в жизни встречаешься, это совершенно другие люди. Совершенно другие. Вот вы слышите, как он говорит, мне нравится. А он и в жизни такой дома, он нигде себя не украшает. Ну надо говорить, что-то как-то будет. У нас даже на это, кажется, ума нету, чтобы как-то людей это привлечь. А мы такие, как есть. И поэтому это в интернете подчеркивает почти на первое место. Впервые встретили, наблюдая, как идут занятия на дому, как работаем, как лагерь, как поездки. Вы везде одинаковые. И это заметил не кто-то следователь. Следователь краевой прокуратуры. Он в первый раз, говорит, встретил столько у вас свидетелей, которых допрашиваем. Все как один отвечают в разных республиках. Везде допрашивали. Как могли так научить, что любая бабка отвечает правильно. Я говорю, лжец должен иметь хорошую память. Лжец, если он лжет. Ему надо помнить, как было, что ему требуется, как солгать. А я только одной твердил, говорите правду, говорите как есть. Или молчите. Два варианта только. Я говорю, мы как раз их и не учили, как отвечать. А только так, как есть. То надо же так. Все до единого, как под копирку говорят. Что не спроси, отвечают одинаково. Почему? Мы с ними занимались. И просили не лгать. И когда ты разговариваешь с тем, кто я был тогда в заключении, ты солгал, солгал. Покаялся. Первое, что я ему говорю, ты должен вызвать сейчас прокурора по надзору. Пусть другой будет следователь. И открой все, как было. Открой. Один раз полной чашей выпей то, что ты взял, дадут. А мне расстрел дадут. Ты совершенно не об этом думай. Думай, как умереть перед Богом очищенным. Я свидетель. Я имею право об этом говорить. Эти люди так делали. Это был трепетный момент перехода на другую ступень. И ни одного случая не было, чтобы дали срок больше. Вот что удивительно. Почему? А потому что там молились и Бог. Даже условно давали тем, кому 7 лет грозило. Условно. Условно. То есть он дома. Ну, чтобы нигде не попадался за эти 3. За эти. Прости Господи. От Нины Александровны 7 поклон. Да, ее нету странно. Так скажи, пусть жесткий диск привезет. Я и слушал. Жесткий диск, жесткий диск привези, говорит Игнат Тихонович. Она ты, что-то запишет. Запишет все. И Маргарита, сестра. Наша сестра переехала в другую деревню, в Тачки, из Грибекинского района. Не звери, она растения. Ладно, все днежные. Отказали? Да. Чем мотивировали-то? Юрина. Я вам кусочек, чтобы включить. Ну, а чё? Ну, а чё? Я вам пока полюбила. Сейчас. Значит, вместе. Мы уже сообщили сразу же. И он говорит, а как вы к нам оказались? Я говорю, я здесь, я приехала сюда на жительство. А он говорит, ну, вам лучше к нам бы не ходить. Ну, и не надо, не приходите лучше. Священник. Как его зовут-то? Игорь, не знаю. Игорь. Чёрный, да, да. Ну, ну, не спать. Поделюсь, я не знаю. Смертно. Ну, тут братья шепчут, блаженны вы, когда гонят вас. Пусть ходит в храм, ходит в храм, чтобы ходила. Слышишь наставление Игната Тихонича? Пусть ходит, говорит. Да, да. Они не имеют права, они выгонят её. Они не имеют права тебя выгнать. Даже пальцами прикоснуться. Иначе его оттуда, а в хиле сразу выкинет. Да, конечно. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Все кланяются вам. Через 2 недели в Потеряевку на день деревни приезжает. А в архиле может быть. На 17-й-то в Потеряевку приедете, да? Ну как, на день деревни, день деревни. Ну все, все, ладно. С Богом, спаси, Христос. Ладно, с Богом. Вот видите, вы слышали, какой страх у них. А чем вызвано? Она пришла, не разговаривала ни с кем. Нам не ходи. С мужем причем. Понятно, что Амуш-то совсем нигде не он такой. И то уже даже тут. И уже все. То есть там ужасный страх перед нашими людьми. Вот когда здесь была война, но не на жизнь, а на смерть. Тогда был Антоний Маслендич. И у них с Войтовичем война была. Ну, из-за денег, где лежат денег. Там что было, костры жгли, телевидение писали друг на друга. И они меня вызвали к себе, чтобы я им там вроде что-то рассказал, помог. Я побыл. Я сказал, вы правы, но вам надо первым сделать шаг к архиерею. Согласно правилам. Попросите у него прощения. А потом я уже пошел, поехал и архиерею советовался. Просто у нас близкие отношения были. И с Войтовичем, этот серый кардинал отдельно, но всем руководил. И вот мы, уже я уезжаю. А тогда был отец Михаил Погиблов. Известный такой по силовым структурам, по МВД, по воинским частям Алтайского края. И все. И он меня вызвал туда. Понятно, я его гость. И в это время отошел, где торгует. И у них газета вышла про аборты. Хорошая газета. Я прочитал. И пришел, и говорю, а сколько у вас экземпляров? Да, кажется, не все они получили. Еще там тысяч, может, пять. Я говорю, я весь выкуп закупаю. И даю ей деньги. Ну, пока я с ней говорил, деньги отдал ей. Выхожу оттуда. А он, шли с ним-то. А я, ну, это шел тут, метров, может, двадцать-то. Вы посмотрели, как он. Сразу изменился в лице. Игнатий Калифонович, я прошу вас. Вы с нашими людьми не разговаривайте. Они такие слабенькие. То есть, я сейчас поговорю, сейчас куда-то оторву ее. Уж не говоря в секту. Просто я ее в ад столкну. Он меня вызвал, со мной беседует. За мной он не знает ни порошинки. Но это на другом уровне, на животном уровне. Я говорю, дядя Михаилович, что с вами? Я деньги ей дал, чтобы газету вашу, под вашей редакцией вышедшую, закупить людям, бесплатно разослать по Советскому Союзу. Это нельзя объяснить. И вот в интернете, видя, что мы работаем, в интернете, священник знает, где он в контакте. А это не бывает. Там администрации, модераторы. И они ко мне, которые вопросы, перекидывают напором. Священник сразу же. Двум-трем прихожанам. Нажмите там, что там, спам, прочее. И меня блокируют. То есть, на них все время вот этот нечеловеческий страх. Почему? Потому что, когда преступник взламывает что-то, и в это время поворачивает машина, его осветило, он больше всего ненавидит того, кто осветил. Он самый ненавистный для него. Не милиция, которая приедет, а именно свет, который попал. Вот такое наше сегодняшнее отношение. А может это изменено быть. Но как? Односторонне не могу. Там написано, если с вашей стороны возможно, то имейте мир со всеми. Это невозможно. Я не знаю, и теперь я узнал, какой священник это повелевает. Бывают люди отекаются, которые мы специально на вас жалобу давили. На ютубе вообще нельзя нас никак заблокировать. И вдруг они говорят, я украл у них ролик. Скажите, где я украл-то? И, наконец, говорят, идут занятия в университете. 17-й год занятий. И проявляется все. И, наконец, я нахожу, кто это. И его прошу, побойтесь бога. Напишите отказную. Как вы можете претендовать на мой ролик. Снимаем мы. Аудитория за мной закреплена. Контингент мой. Я стою за кафедром. И говорим, как я могу украсть этот ролик-то? Наконец, отказ. Откуда идет? Фамилия такая. Звать как его? Фамилия Полоса. Почему-то как-то через Украину пришло. И тогда отказ мы отозвали. И тогда отказ. А там если три только где-то, полностью закрывают. А у меня там труда заложена невообразимо, сколько много. За два года 2830 роликов. 2830 фильмов мы своих составили. И вот так они... И все это попыль. И ничего нельзя сделать. Никак. А вы не такие. Нам разницы нет. У меня что бы они ни говорили, как-то я могу сказать его блокировать. Ну, ко мне на страницу заходить. Я могу, если он пакости делает. Запретить. Там черный список называется. А так, да кому-то где-то, да на кого-то. Навумею это или нет. Это невообразимо даже. Вот такой есть на Украине Журавлев Сергей. Он провозгласил себя архиереем. Православный ушел. И теперь новообновленческую церковь там обосновал как бы. Ну и где-то он задел тамбовских. И тамбовские священники собрались. И написали там, где организация серверта. И его заблокировали. А он на Украине. Я узнал, я как сразу поднял такой играй. Там отцу Иоанну. Сходи в епархию, чтобы они разблокировали его. Он еретик. Да разве такими методами борются? Сделайте это. Снимите грех. Перед всем миром вы позорны будете. Он пошел. Пошел. Он хороший батюшка. Но добился он или нет. А он буквально через два дня открывает не один, а два или пять сайтов. Один там Новое Зелание, один в Японии, один в Америке, один в Разиле. Его уже нигде не достанет никто. У него отовсюду люди. А ты-то остался. Ты-то кто в глазах его? Он теперь говорит, вот они православные, как делают. Коваржи. Что не так они? Это вот. Это вот, Соренов идет. В редакции сидит. Кирпич у него такой в руках. А зачем вам кирпич? Окна бить. Где если не такая реклама? Там баптисты кто? Бить окна. И Дмитрий Смирнов одобряет. Говорит. Ну вы православные-то. Ну бейте все. Ему говорят, что ты делаешь? Это против конституции. Тебя пообсудить надо. Они не понимают. Это открыто в интернете стоит. Я ни слова не добавляю. Просто откройте, посмотрите. Это бешеный сатанинский страх. А как ты можешь бороться делами? Докажите им. Покажите, что со Христом лучше. Что православие это полное целомудрие. Это прощение. Это радость. Вы этого-то показать не можете. А репрессивные методы с властью соединиться и науськать милицию. Это не везде так делают. Это означает копать себе яму. В конце концов, эти власти тебя и побудут. Что интересно, мы всегда говорим, что Слово Божие живо и действенно. А нам на сегодня, вот этот звонок Нины Александровны, он как нельзя кстати. Вместите нас, призывает апостол Павел Коринфянам. Мы никого не обидели, никому не повредили. Мы ни от кого не искали корысти. Она никого там не обидела. Никакой корысти не искала. Не вмещается. А апостол Павел призывает. Вместите. Не могут они вместить. Одну душу не могут вместить. А ты помнишь, когда были мы там, ты же ходил, там в окна стучал. В клочках. Как они? Конечно. А ОМОН вызвали, ОМОН на нас. Договорились в клубе встретиться никогда. Ладно, там Тамара умерла, муж у нее, физрук. И он в спортзале там где-то. Так они и там людей ловили на дороге. И на улице Севастьян стоит и говорит, это бабушки-то сюда идут. Они не ходите туда, веритики. И наконец-то она оборвалась в зал. Ну бабка ее ишь, раскричалась. Ее выдвинули оттуда. Вытолкали оттуда. Зинаида. Презентабельно одетая, говорит. На нее там журналист написал. Ну и вот такое. А дальше что получилось? Ну а получилось то, что теперь каяться стали. Которые старо состояли матерками. Матерками прямо. Тут приехали, тут такие, матом гнет. Я спрашиваю, и как он тогда? Да никак, умер, и все. Его нету. Его нету, все Бог разметал. Это везде, где бы мы ни были, везде так. И что-то мы сказали неправильно, нет. Первое начал читать Виктор Андреевич. Что стал читать? То, что сказал патриарх Кирилл. Из газеты Труд. Они даже не слушают от одного вида. На нас они делаются как демоны. И она кричит, а он считает патриарх. Ну патриарх говорит, ну послушай, ты же не читала ни разу. Он говорит, надо выходить на распутье дорог. Меняйте тактику. Нам надо переформатировать сознание народа. Она ничего не знала. А сейчас, слушай, не один раз она говорит, что же я говорила, что делала. У нас Волков был. С этим встретился. Он с Игорем. Ну вы же против. Что попало делали. Вот и весь сказ. Понимаете? Это уровень другой перед Богом. Вот мы когда говорим, мистите. И мистите всех. Вчера у меня большой разговор был из греки, из фессалоники. Вот фессалоникистам послание где идут. Из этого города звонил один. И они там дружат с армянами. И армян считают там еретиками. А другие считают. Их священник поехал там вместе с ними. Считает не еретики. Он говорит, я запутался. Вообще не знаю. И теперь на нас вы всегда говорите знания. И как вот сказал все как есть. Как это так? Я говорю, а вы согласны, что мы пишем это все в интернет выставляется? Согласен. Но у него армяне-то там остались. Прошло немного времени. И он пишет. Дядя Игнатий, не выставляйте это. А само 37 лет. У нас тут отношения нарушатся. Я говорю, если ты еще об этом заговоришь один раз, мы можем потерять друг друга. Не надо это говорить. Он тогда, да ладно, делайте тогда, как если Димитрия звать. Хороший человек, видно, сам без бороды. А почему без бороды? Разговорились и с ним заниматься надо. Это уже готовый товар-то. Ну и везде подчеркивается то, что нет научения. Один раз поговорили, натолкнулся. Он теперь знает как. Знает, как с ними обращаться. А у них там такие драки. Греки и армяне. Написано, драка в храме. В храме гроба Господня. И они там дерутся, пинают в лицо друг друга. И полиция иудейская их растаскивает. Евреи растаскивают, которые не христиане. Вы же христиане, они готовы убить друг друга. И мы разметили где. Если он ногой шагнул, это другая территория. Все ему смерть там. Вот их дерево там росло, а тень туда падала. И он сел в тень. Но тень-то от того дерева. Они сразу скандалы драка. Не иудейская, а турецкая. Да. Полиция. Турецкая. Ну, может и турецкая. Да, мусульмане там правят бал. Да, да, да. Там написано турецкое. Вот такое дело. И ты таким не будь. А как бы вы их встретили? Ну, еще говорить как. Мы ездили, видели, как в доме молоды ночевали. Наверное, мы не враги. Мы как бы беседовали. Никого не отвергай. Ты попытайся открыть ему истину, которая тебе открылась. Другого пути нам не дано. Это, Игнатий Иванович, Златоуз говорит об этом. Когда, говорит, если бы, говорит, Давид Голиафа не убил бы, говорит, камнем, а слово бы ему такое сказал, что он стал бы ему другом. А еще больше он взял бы и обратил бы к себе. А тот бы пошел в свое войско и начал бы там проповедовать. Его уж послушали бы, наверное. Нет, стал бы, говорит, оттуда мещом своим гвоздателем теперь, перестерлян. Ну, и так еще. Второе послание Карифина, 7 глава, 3 стих. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе умереть и жить. Такова не. Говорю это не для того, чтобы осудить вас. Откуда это видно? Из любви, ибо вы в сердцах наших. Но так, как иной, может быть, и любит, однако не хочет подвергать себя опасностям. Кто говорит, чтобы вместе умереть? И так, как много есть таких, которые не радуются благоденствию друзей по зависти, кто присовокупил и жить. Мысль сказанным такая, и в опасностях не оберегаем вас, и в благоденствии живем с вами, и не завидуем вам. Четвертый стих. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, призабилую радостью, при всей скорби наших. Казалось бы, оскорбил их, говоря, в сердцах ваших тесно. И вместите нас, поэтому теперь себя оправдывает. И их врачует, говоря, я сказал, это не для того, чтобы осудить вас, но по своей великой смелости в отношении к вам и желании побудить вас к добродетели. Ибо что я не осуждаю вас, видно из того, что пред другими хвалюсь вами. Исправившись, говорит, в том, за что я осуждал вас в прежнем послании, вы исполнили меня утешением. И не только утешили меня, то есть освободили от печали, но и обильно исполнили меня радостью. Обилие радости означает словом призабилую. Радость эта, говорит, была такова, что во всякой скорби нашей, как бы она ни была велика, превозмогла и погашала скорбь. Это, казалось бы, противоречит сказанному о них немного прежде, но на самом деле не противоречит. Ибо то, и другое свойственно любящему. Первое, как обличающему, а последнее, как одобряющему. Потому что обличения бывают не понеприязней, но сильной любви. Я хотел наблюдения, как бы сейчас сказать свое. Вот первые общины, о которых говорится, они были такие странные сейчас для нас, но люди это очень хорошо знают. То есть община, это значит нивелировка. То есть все, у кого что было, продают и складывают в ногам апостолов. Тогда были апостолы, были люди в таком авторитете, что им, как говорится, спокойно можно было доверить вот эти свои все сбережения и знали, что оно все пойдет в пользу. И мы видим, что так и было. Допустим, вот начали пренебрегать вдовицами во время трапезы братской. Ну то есть одним доставалось мужичкам могучим побольше, ну а там какие-то вдовицы без мужей, вас там сидите там на конце, в тряпочку молчите. А оказалось, что не так. Начали подавать возглас одни, другие. Что это такое, как-то, почему неравное возмездие? Вот как у нас тут за трапезой, все раз, быстренько разделили, тут будет розыск с этим, с этим, и всем все одинаково досталось. Откуда это пошло? Пошло от апостолов. Апостолы сказали, надо таких поставить людей, которые будут в правде, чтобы они честные были, благочестивые, и чтобы авторитет был у народа, у них. И таких поставили, и народ выбрал таких людей. Это дьяконы были первые, которые сейчас почему-то в алтаре прислуживают батюшке. Как они туда попали, вот это понятие вообще невозможно. Они были где надо, следили за хозяйством, чтобы всем доставалось поровну, и вдруг оказались в алтаре с батюшкой. Но это ладно еще. Теперь дальше. Ведь нивелировка происходит не только уже в деньгах в кармане. Получается, и зависти никакой нету. Наоборот, теперь сочувствие есть. У того было много, а он отдал сюда. И уже он раз и подравнялся. И как Анания с Афирой. Но внутри человека возникает горькое сожаление. И об этом пишет Иуда в послании своем. Что не будьте как пенистые вот эти волны с работами пенищей со своими. Как дерево дважды исторгнутое. Оно никуда не годится уже. Все. Вот это гнилье. Куда? Никуда. Даже в почву на удобрение не годится. А почему? Потому что без сожаления нужно было это все сделать. И вот эти общества тогда, почему они были такими? Вот почему у нас не так сейчас? У нас община. Собираемся отовсюду. Вот в один храм. И далеко некоторые едут. И однако нету у нас этой нивелировки. Отсюда могут возникнуть вот эти все зависти, колебания вот эти сердечные. А тогда кому было легче? Тем, которые там были сопоставлены или сейчас нам? И Господь говорит, и первые станут последними. И последние первыми. То есть тем, кто живет в наши времена, искренне верующий. Этому человеку тяжелее, нежели искренне верующему в те времена, когда были апостолы. И Христос, казалось, был предначертан, говорит, как пред глазами вашими. И все думали, апостол Павел, верховный апостол, думал, что он будет взят на небо живым. Так и подумаешь, думаешь, а где же твое пророчество? Ты же апостол, ты же должен был сердцем видеть, что он так хотел быть со Христом. Вы понимаете, вот рядом были люди, которые Христа видели. Стефана побивали, он рассказывал о Христе, а он стерег одежды тех, кто побивали Стефана. Это перводьякона, первомученика. Понимаете? И он это все видел, он знал, что вот эти люди видели Христа, вот апостолы видели Христа, вот эти вот прям сидят от общества. 90% видели Христа. А Христос это не просто повелитель мира, там чудеса делал. Он вечную жизнь воскрес из мертвых, чего никогда никто не делал. И они все сидели, эти общества, и ждали, когда придет Христос. Поэтому, что там у них было, все, все отдадим, лишь бы вот сейчас пришел Христос. И они сидят, вот как мы сейчас, беседуют, и все время у них одна только мысль. А вот если сейчас Христос придет, то вот мы как поступим, вот как будем делать, и все мысли вокруг этого только были у них. Но потом время отходило, Христос не приходил, и начали понимать, что тысячелетнее царство, Царство Небесное, о котором говорил Христос, оно идет, и оно не только для них, а для тех детей, которые родились, для тех внуков, которые были, которые там уверовали, и для них тоже надо это Царство Небесное. А как они уверуют, если еще время не пришло? Вот как вот детишки наши уверуют? Не пришло их время до конца. Пускай еще будет лучше мирное время. Пускай еще мы благовествуем, чтобы они подросли и стали искренно верующими до конца. Я хочу, чтобы они все спаслись. А Господь уж тем более, это его воля Господня. Поэтому вот в нашей общине спасаться намного тяжелее, чем было в первых общинах. И поэтому эта община у нас такая, как вот Никита ехал сюда из Украины, и в Киеве спрашивает, а что ты, говорит, отсюда уезжаешь-то? Он говорит, да в общину еду, верующие. Ну там православных, не знаю, как он сказал. Они говорят, а что у нас что ли этих общин нету? На Украине? Он говорит, нет, нету. Они, говорит, промолчали, ничего не сказали. То есть, что же там такое-то творится? Ну еще раз говорю, что космонавтов намного больше, чем у нас тут в общине людей. И еще люди уходят, и по подсчетам уходит третья часть. Вот как на небе совершилось все, так Господь делает, что из нашего общества верующих людей уходит. А мы не знаем, кто уйдет. Мы даже не предполагаем иногда. Это уходят такие сестры крепкие или братья. Вот звонят. Как раз Валентина Хапелина из Казахстана. Заболела сестра, которая у нас принимала там крещение. И давление там 220, скачет ее дочери, сообщатели. А дочь болеет где-то в России. Что за давление? Почему в России никто не знал это давление? Да как не знали. Ухаживать это парень за девушкой, ухаживать, чтобы она обратила на нее внимание. Ну, обхаживать ее, чтобы она полюбила его. А что ухаживать? Вы там есть, подойдите. Она есть, может сама есть, ну и все. Вы сообщите, что мать больная, да и все. Больше ничего не надо. А кто за ней ухаживать будет? Таких слов никто не знал даже раньше. Парализованный лежит, переворачивать. Тут надо. А когда ходит на ногах, давление скачет. Ну и мать, она приехала с работы, сорвалась на два дня. Другой раз она не поедет даже на похороны. Такой вопрос решать надо сразу. Заранее наказать. Я наказал, буду ее больной, никого не вызывайте заранее. Буду хоронить гроб мой, не обивайте никакой материи. У меня на груди должно быть Евангелие, хорошо завернутый салопан. И чтобы все время на кресте висела Евангелие ламинированная. И написано, кто желает, возьмите. Другие слова. Нету, опять проверили, опять повесили. Я хочу из гроба проповедовать. Пупков узнал, говорит, и я себе так же закажу. Я поехал за границу. Виктор Андреевич справил мне бумагу такую, я даже не знаю, это очень дорогая. О том, что я не разрешаю с печатями там, все это, нотариус заверено. Мое тело, чтобы не резали. Счастье не брали, они может никому не нужны, там счастье-то какие, запасные счастья. Перевели на английский, на немецкий, на французский. И все это на всех экземплярах печати стоят. Все это и сделал. Я наказал, как меня. Если умру, там в переднем углу, это затолкайте под коробкой, так, чтобы никто не знал. В палатку заверните и домой отвезите. Где хоронить? На смерть надо смотреть реально, не дергаться. Пришло время умереть, умер. Вздохнул, потянулся, улыбнулся и все. До свидания. Хромину покидаю и ухожу к новому бытию. Сейчас позвонила Валя Барышникова. Говорит о том, что все вокруг, все вокруг затопило. Только ее домы там эти остались. Вода, говорит, несколько метров вода подошла к моему дому и вдруг повернула обратно и ушла. И дом остался незатопленным, а все кругом затопило. Такого, говорит, 50 лет, наверное, не было наводнения, как сейчас люди говорят. И она очень благодарит всех за молитвы. Но еще третий, говорит, какой это будет. Паводок. Паводок, ага, третий. Что это принесет? Продолжайте молиться, говорит. Снег тает в горах, просто очень поздно начал таять. Вот я почему и остался. Кому кто говорит, на них направляет. Вот эти бумажки дали, к себе направь, чтобы знали. Меня спрашивает кто, кто. Надежда сильно потрудилась, написала. Вначале говорит сразу раз и все. Вот я поставил, пожалуйста. Второе послание, конечно, 7 глава, 5 стих. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Толкование. Паводок. Повествует о своей скорби и говорит о ней в сильных выражениях, дабы показать, как велика была радость от них, когда прогнала и такую скорбь. Хорошо сказал, что плоть не имела покоя, ибо душа Павла была непобедима. Нападение от неверных. Потому что между верными есть слабые, которые могли быть увлечены лжебратьями. Дальше. Шестой стих. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Толкование. Поскольку многое сказал в похвалу Коринфян, кто приводит свидетелей Тита. Кто же утешает смиренных? Бог говорит. Он и нас утешил, послав нам Тита. Ибо прибытия Его было достаточно для того, чтобы рассеять скорбь нашу. Хочет также представить и мужа сего, достойным уважения. Почему приписывает прибытию Его большое значение. Седьмой стих. И не только прибытием Его, но и утешением, которым Он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. Толкование. Утешил вас, говорит, не только тем, что был при вас во время скорби, но и тем, что возвестил вам о добродетели вашей, который и сам утешался, то есть радовался о вас, принимая вас за добродетели ваши. Снизкивает мужу сему благоволение их, как хвалившему их пред ним. Вероятно, коринфяне плакали и скорбели о том, что учитель так болел духом и так долго не был у них. Поэтому не просто сказал слезы, но плач. То есть сильное желание. Печатает. Также не гнев, но ревность против блудника. За меня вы воспламенились и возгорелись, чтобы исполнить повеление мое. За меня ревновали вы и в пред лжеапостолами. Говорит этот апостол не только для уврачевания прежних укоризм, но и потому, что принимает исправившихся. Ибо хотя много дурных и недостойных этих похвал, но он не отделяет их, а всех вместе хвалит и укоряет, предоставляя совести каждого избрать себе свое. Я, говорит, обрадовался и присутствует и та, но больше тому, что он сообщил мне о вас в такие вести. А можно вопрос задать? Можно вопрос задать. Сигнатиноч, вот тут о Тите говорилось, что его очень сильно ждали. А вот в течение уже 22 лет существовало наши общины, кто такой был здесь у нас, или может быть несколько людей, которые подобны были ожиданию, как Тита ждали они? Я так понимаю, он как благовестник или как... Тут же сам апостол Павел им пишет, или чего-то не хватало им здесь. Коринфянам я имею в виду, в общине. Есть ли похожий у нас пример какой? Для меня, допустим, есть, а другой скажет, а... Нет, нет, хотелось бы ваше мнение узнать, а мы там уже, как говорится, ваш авторитет рассмотрим. Тебя не хватает. Вот тут есть, некоторые даже говорят так, а Игорь будет сегодня? Будет, даже идти неохота. Вот такой настолько грубый, настолько невозможный и прочее. Я уже начинаю потихоньку уговаривать, смягчать. Но проходит какое-то время, это все остыло, видит, все уже тиной, ряской зарастает. Ну Игорь-то где-то, еще же он долго там в тайге-то с медведями со своими-то. То ли все, золото решил намыть-то. И вот так не хватает. То есть вот конкретно. Тут надо знать меру. Сколько сказать, как сказать. А в людях это отобразится. Так не хватает. А то Льва Толстого, там как два ходили они Елисея, и там, скажем, Тараси, ходили они на поклонение Иерусалим. Тот зажиточный, а этот такой стариченок, веселый. И как они на Украине застряли, там голод был. И когда вернулся он домой, от него никакой пользы-то как будто бы не было. А он его видел там, как он впереди всех пробрался и стоял. И тогда он думает, я-то был ногами, был ли там сердцем. А его там все любили, ждали. А у этого сын запил, хозяйство запустил, у богатого-то где-то. Вот такое дело. Ласка, внимание. С лаской можно, говорит, и быка на ниточке вести. А с гневом, 15-й, и овечку не вытащишь, она укрется. Ну, все везде требуется благоразумие. Почему, когда пришли монахи, ну, и между собой тоже разговаривали дорогой. А что самое главное? Ну, самое главное, это молитва. Ну, кто будет спорить-то молитва? А что толку молитва-то, если смирения нет? Кто говорит, смирение-то есть, а если милостыни натворишь? Тот говорит, милостыни-то какая с тебя, ты все проедаешь, надо учиться поститься, экономить и давать. Ну, у каждого свое. Когда пришли Антони и спросили, я считаю, главное молитва, я считаю, главное это пост. Ну, главное везде есть. Главная книга Библии, Евангелие от Иоанна. А какая глава главная? Главная это третья глава. Так там 36 стихов. Ну, главное там, это 16 стих. Это Библия в миниатюре. Солнце вселенной называет. Либо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Оттуда лучи ко всем стихам Библии идут. Ко всем. Начиная с Адама. Вот такой стих есть. Вот надо найти везде, всюду вот это вот для себя и сделать основанием. И дальше везде как бы лучи будут. Это будут нападать, требовать чего-то. Ах, Антоний пришли, он посмотрел, говорит, нет, главное это... И каждый думает, сейчас он скажет, за молитвой, я тогда Антония прославлю, он правильно. Он говорит, главное, знаете, братья, главное это не это. Как не это? Уже все против него. Не за меня. Главное это судительность. Научи дурака. Не научи дурака молиться, говорит, он лоб прошибет. Не научи правильно поститься, он с голоду замрет. А другой все отдал. Одна сестра говорит, пришла сыганка одна, вчера говорит, как она говорила, как бедная, как ребятишки умирает. Я все в комнате собрала и все отдала. Она только за дверью, я поняла, что я наделал. Я выскочила за ней, догнала у нее уже, на той стороне, там где тот, ремонтирует Магдахон, на Сулизу уже, там, на второй, западной, и отобрала у нее все. Везде должна быть рассудительность. Ну, нельзя так, что все отдал, а потом побежал, да отобрал и все. Но я маленько и оставил. Так а что ж ты заранее-то не думал, что тебе жить надо? Дала, что ей не надо? Рассудительность. А главное рассудительность, как отвечать? Сначала один вопрос решить, надо ли отвечать? Это самый трудный вопрос. Первый. Надо ли? Вот мне вопросы задают, я половину вопросов не отвечаю. Иногда только ссылку сделаю на сайт, на форум. Не надо ему отвечать. Я вижу, если так отвечу, будет так, это так, так. Отвеченник не понимает, там один ломится, все уже разрушено, он гоняется за мной. Я говорю, что это бешенство какое-то. Я бы ему, главное, где он? На моем ресурсе, в моем ютубе, и он там пакости всякие говорит, я ни разу ему не ответил. Почему? Я дальше вижу, что он просто умрет от злости этой. Он рассыпется весь. Я только усиливаю молитву и нигде ему не отвечаю. Но наступит час, когда достигнет полной вершины, полностью, что он говорил, я отдельным роликом выставлю, покажу. Вот оно, что делает, когда человек занимает должность, священником стал невозрожденный где-то. Там все, над всем, злоба. Вот человек, чуть что, а вот ты, опять, а вот я тебе то еще не могу простить. Это злопомнение называется. Злопомнение уподобляет демонам, говорит там злополус. Сказали, сделали, есть русское хорошее пословище, наплевать да забыть. Даже плють туда. Ничего больше не было. Я хотел напомнить, слышали, это не шабарчи, это все потом. Збунтовались люди в Антиохии. Что-то там связано было, император кормил их и не дал, что-то совсем такое-то. Ну и взбунтовались как в Новочеркасске-то, поднялись там, ну и дальше статуи императора свергли, за шеей веревками. Ну и один там уже священник, и все так императору это надо в столицу сказать, он с войсками придет, наведет тут порядок-то. Испугался в это время был епископ Милетий, а ученик у него Ян Златоуст. И он посылает везде там известия там, молиться где-то. Златоуст говорит проповеди здесь против о статуях. А он туда, отец-то ускакали раньше, теперь молятся, Господи, чтобы у тех колесницы как-то остановилось. Отец-то первый придет, император на свою сторону, она у них сломалась, колесница. Пока они ремонтировали, а этот тихо, но быстрее, первый приехал. Император все рассказал, говорит, народ виновен, конечно, царь, но не надо войскать, это потом все загладится, а у человека-то не вернуть где. И те прискакали. Император, там такое смущение, там такое, они лицо твое все запачкали, он говорит, партнер да нет, вроде чистая. Они о статуе говорят, олицетворяя его с ним. И он не послал войска. Это было однажды, это Амбросия описывает, когда подобное было смущение. Ну где главногорода собирается? Ну где на ресталищах-то. И он послал туда войска. Император тогда был такой. И они вошли подряд, все хватает. Кто на стадионе был? Большой, маленький. Один из моих сыновьями был. Сенатор. Губернатор, по-нашему сказать. Два сына. Так, одного мы можем оставить. Какого убить? Выбор для отца. За что? Да мы не против были. Император приказал убить. Убито должно быть не меньше, как пять с половиной тысяч на стадионе. Мечом, живот следующего. Не ходи на стадион это. И весь ответ. И везде, абсолютно везде требуется подумать, идти не идти, делать не делать. Рассудительность. Рассудительность. Главный вопрос. Вот я уже решил, что ехать надо, а ехать некому. Теперь только стучи, стучи, господи, людей нету. Пошли еще у кого-то. Давай. Вы сказали, да, еще о Вале Барышниковой. У нее биография такая простая, обыкновенная, мирская. Была верующая, ушла в мир, а потом пришла. Мы раньше были знакомые. Она очень дерзкая такая была. Она могла за грудки меня взять. Вот скажи, вот это как? Ну, я говорю, это потом. Ты скажи сейчас. А вокруг народа она не понимала никаких граней, ни этих, ничего нету. Нету. Ну, в дороге ездили когда. Те Тони говорили, Валя, Валя, что тебя ждет? И вот она, конечно, ждет, она пала полностью в миру, растворилась. А они подпольщики были, молились. И в это время ее сестру Лену, так мне кажется, Лена звать ее, ее сумели обработать, и она выдала всех. Там Фомин или Фоминка был Николай, и они его арестовали, руководители у них. И с ним, когда свидание было, он только сказал, как бьют сильно. Он так и не вышел, они его там, видимо, заколотили. А ее, ну, она отошла полностью, как неверующая, они ей даже часы подарили. А где жить в общежитии? Они оставили. Проходит, ну, сколько я не могу сказать, но совсем немного времени проходит, она отравилась, ушла. Люди, которые там начинают работать, это разово пользу, они дальше никому не нужны. Это ее, в Валену, в биографии все было. И вот сейчас она пришла. Пришла, и когда крещение принимали, а у нее вот это, видимо, оставалось что-то, и когда у нас же кресель назад-то не опрокидывает, это положение вагру, попрямо, и надо, у них ноги окалели, или что там в воде там, вода тепла, она не может ноги согнуть, батюшка не может ее сломать туда, кое-как ее согнул. И теперь, когда все это заснято, были показали, она сама пришла в ужас. Это что со мной? Так у меня еще было или не было тут крещение? Она даже стала сомневаться. Ну, батюшка, задавил тебя под воду там все-таки? А что это было? Упрямство. Упрямство. Я вот когда показываю, как правильно крещение принимала, вот, я уж не говорю о вере какая была, у нас вера золотова, я могу перечислить, вот, Марина, вот она перед вами сидит, Дебунова, с улыбкой сложила руки, спокойно, под воду ей или кверху, ей как будто разницы нету, все, из воды в таком же состоянии. Самое ужасное лицо было, это у нас была такая яговетина, Люба, и Силина Галя, искаженное лицо, раскрытые глаза, и она буквально умирает. Признак буйного беснования. Не от меня это зависит. Как это так? Крещение тут с такой радостью, вскрылся бы, умирая в воде, человек умирает для греха. Воскресая здесь, она прямо хватала воздух, как будто воды никогда не выдавала. Это невероятно ей, как страх, искажив всю сущность человека. Вот два. И у нас сохранились это, как крещение принимают, ну я говорю, вот, можем посмотреть. Даже к этому надо готовиться. Накануне я вожу людей, ну зайди в воду, посмотри как. Как, чего бояться-то? В воде? Ну, присял, вышел, ты же в ванне моешься, в душе моешься, еще ты в крещении-то. А Валя вот у нас была, глухонемая. Завтра крестится. Она пошла там купаться или что-то, и Сатана чуть не потопил. Плавать умеет. И она рядом, прямо рядом, ну метр один, а там она на столбах, это как плациты, идти, которые, где крестят-то. И она не могу, говорит, всплыть. Вижу людей, там это что где. А на берегу лежала Зоя Деянова. Ей говорят, Валя-то давно уже ушла под воду. Она дыхание отрабатывает. Она сама занималась дыхательной гимнастикой. Так, дыхание, да ее вытащили, да давай откачивать. Это ясно, что Сатана решил просто навести ужас. Представь себе, завтра крещение, она утонула. И все это Валя написала, она в своей биографии. Как есть. Даже на это. Были люди, которые падали в обморок. Это было знамение. У нас упала в обморок Галя Глушкова. Как только вышла и сразу хлопнулась. Она стала говорить, ярко светило солнце. Очень часто этого не бывало. Не в солнце. А Загуляева Алексея это сказала. Она сильно на него огорчилась. Я сшила долго, постилась. Ну, все правильно, все говорит правильно. Но это крещение. Я в это не верю, что так просто. Что за этим стояло? Она полностью все потеряла православие. Ушла и сделала с лютой вражиной сейчас. Все поносит абсолютно. Семьих ребятишек забрала, от мужа уехала. Вот какое дело. В этом что-то. Был одного императора, императорский сын, он еще даже не император был. И когда его крестили, и он в воде стоял, его в воду-то, и он направился в воде. Ребенок кал напустил. Ну, по житине называется гной. И вот так гнойным и назвали. Константин Капронил. Это будет гонитель христиан вырастет. Жуткий гонитель будет. Вот и все. В этом заключалось. Другая тоже стояла восприемница, и принимала ребенка, и восприемница. Это девчонка сама и хлопнулась без сознания. И все поняли, что это. Кто это будет? Елена Бловацкая. Главная ведьма страны в мировом масштабе. Крещение это все-таки переходной рубеж. И это показатель. Мы нигде не считаем, что когда крестили, кто-то задохнулся, умер там князь Владимир, или ты видишь картину Иванова крещения, явление Христа народу, никто в обморок не падает. А там люди были постящиеся, как Иоанн Креститель. Он постей молитвы. Поэтому надо быть внимательным, непредвзятым. Главное качество у человека это рассудительность. Вот дальше сказали, а вот Лидию там видела, ты там, она пошла, где ближе, у нее нет теперь там друзей, раз она тут была сколько лет. Дальше она писала, как обратилась, здесь она обратилась, ходила на занятия, она очень хорошая женщина. Но дальше это ей не сказали, теперь ты никогда на занятиях не будешь, собраний не будет, ты чужая для всех. И такой ты останешься. Вот и все. Тебе это мало? Когда священник Вячеслав Полосин, священник православный перешел в мусульманство, там стал каким-то своим имамом, я говорю, ладно, у него лучше там все, дали должность, больше получают, но никогда не скажут Христос воскрес. Ради одного этого уже все твое никакого значения не имеет. Вычлени из всего, что есть, самое главное, не сказать никогда Христос воскрес. Все остальное это уже смысла тогда не имеет. Он не воскрес, ты во грехах. Я ставил теперь щетина такая, торчит полсантиметра, разъелся, конечно. Надо везде быть внимательным. Ты увидел такое? Сохрани Бог. Как надо веру беречь? Не мне считай люди крепко верили, они пали. Не гордились, но бойся, они отломились неверием, а ты держишься верой. Тебя вера держат еще. Благодари день и ночь. Не говори, вырасту и я буду. Не вырастешь. У нас потеряем мальчишка 15-летний погиб. 15 лет только жизнь начиналась. И несчастный случай он погиб. А я сделаю что-то еще ты не сделаешь. У меня в 6-летнем возрасте сердце было так, что мне казалось, я стоял и не мог даже выдохнуть. А уже месяц пройдет и у меня в 77-й пойдет. Уже 4 года после Сталина буду, сколько Сталин прожил. Игнатий от отца привет. Спасибо Христа вас. В 77-й начал жить. Да. Ну наш разговор был именно на кровати. Помни? Мы живой на огороде работаем. Вот еще там у нас по времени. Еще 8 минут. Восьмой стих. Посему если опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Толкование. Хотя я, говорит, написал к вам так, что превзошел меру укоризны и должен бы раскаяться о том, что порицал вас сверх меры, но великая польза, происходящая от того, не дозволяет мне теперь раскаиваться. Сказал это не потому, чтобы в самом деле порицал их сверх меры, но для того, чтобы увеличить похвалу их. Видите, как четко считается. Ничего этого Лидия Павловна уже никогда не услышит. Ни рассуждений, ни нужд, какие мы знаем. Ничего этого не будет. Да одно это уже бросает тебя на километры далеко от того, кем ты думаешь быть. Ползком да приполз бы сюда. Твоя духовная родина. У нас возник Михаил Тальмаев, Нина она постоянно приезжает причащается. Это моя духовная родина. Я нынче с 14-м закатился куда? В Латвию. Нашел тот дом. Дома того нету. Другое. Где я обратился? Там другая организация теперь. Дома того нету. И все-таки той организации тому директору я подарил книги. И там стоял и плакал и плакал на коленях. И все это в интернете у вас нет теплого туалета. О чем ты дальше говоришь? Никакая твоя доброта тебя уже на прежней ступени поднимет. Я здесь родился. И мне все подходит. И Гнать Тихонович сказал, что у нее теперь нет друзей. А я скажу, что постепенно она теряла и здесь друзей. И нам из этого нужно сделать для себя вывод и урок извлечь. Потому что сатана он мудрый. Мудрствует всегда. Он очень мудрый. Он знает как нас убедить в том, что да ладно потихонечку вот как нибудь мы там потихонечку и дойдем до Царства Небесного. Ничего не нужно делать. Ну потихонечку потихонечку я уже в последние годы ей стал говорить как-то шли мы сюда в храм. Я ей говорю она ой опять про это опять про то о чем ну о спасении души конечно мы с ней говорили ей это уже не нужно было слышать о первые годы когда она пришла какая она деятельная была какая она часто выступала на собраниях и потом она и о муже своем думала который многие книги прочитал она говорила то что он читает эти книги и многое берет для себя почти совсем согласен да он многое сделал для нас мы обнимаемся за счет этого от того кота который они в нем участие принял этот муж Юрий Геннадьевич то есть постепенно сатане нужно угасить нашу бдительность о нашем спасении свести нас до уровня того от чего хочется отвести руку то есть это нет чтобы не было ревности спасения своей души и тогда все у нас один к одному получится тогда что в московской патриархии храм идти что в нашу общину где был рожден духовно где братья и сестры были родные близкие а теперь уже все равно где быть я хотел сказать что потом у всех одинаково сначала ропот идет вспомните когда у нас было людей там намного больше на собрании сидело тут все забито было и постоянно как только чуть-чуть за час у нас заходило время здесь пребывания особенно батюшка хорошо подогревает он выходит и говорит ну что-то вы туда опять затянули и сразу начинался ропот сразу все хватит уже сколько можно дышать тут невозможно и постоянно а сейчас этого нету я вот сейчас только понял когда вы начали говорить я сколько уже ну давно нету этого именно я так понимаю с тех пор как вот эти вот люди ушли Мария Яковлевна тоже ей постоянно но ей тяжело она старая и вот Кубайкина Галина что-то в последнее время тоже начала почему-то и Лидия Павловна вот они были а Раиса Николаевна перекрасилась полностью она все забыла какая была она вообще другая женщина стала ну сестра она постоянно вот там сидела и все бубнила Игнатий Ильич сидит стоит говорит говорит она все она начинает сколько можно уже опять же все а он про Фаину начинает говорить она ну и что ну рассказала там что-нибудь ну что тут такого а теперь она все забыла и Фаину забыла и что она там роптала что-то забыла она говорит я только одного хочу я хочу слышать Слово Божие я хочу златоуста слушать вот братья читают я не могу насладиться читаем на занятиях она прям сидит говорит ой еще читайте читайте я говорю буду сама потихоньку от дома к моему дому там метров четыреста она вот шкандыбает вся больная приходит и а мне говорит видение было в последние дни как она вообще не была у этого Титова и видение такое что я говорит вдруг оказалась в нашем храме стою и не у алтаря главное а вот здесь вот на пороге трапезной нашей и говорит ну все тут книги говорит все тут а эти столы которые пустые они вот прям завалены рыбой готовая такая рыба красивая вся и вот я подхожу а мне говорят ешь я начинаю вот так вот беру начинаю есть а запах какой а вкус я я ем прям ой как вкусно говорю а мне опять ешь еще ешь еще и я не могу насладиться я насладиться не могу я хочу этой рыбы и она говорит я поняла мне нужно оттуда уходить потому что там Пушкина проходят Достоевского а мне нужен Златоуст я хочу толкование блаженного Феофилакта я думаю что каждому нужно пройти кто желает ропщит и так далее прошел бы через такой малый круг как она или как брат Владимир а то все уходят вот так вот а потом как Антонина вернулась через 20 лет и уже ничего не помнит ничего не надо не покаявшаяся никакая и потом сразу вот этот раздрай ну надо же немножко себя подготавливать к встрече с теми людьми от которых ты ушел уж неизвестно когда ну хотя бы согласиться с тем что ты ушел а не от тебя ушли вот сюда вот здесь по алфавиту молимся ангелы Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Благослови наследие Твое, патриарха, епископа, священника, паству, даруй духовное рождение всем и продли мир на этой земле. Благослови брата Иакима, путешествующего, и в обителях небесных упокой новопреставленного раба Михаила. Научи нас слышать голос Твой, служить Тебе, всем сердцем любить Тебя и ради Тебя жить и то, что даешь нам, посвятить Тебе. За все Твои милости и щедроты благодарим Тебя. Посети детей Твоих, убиваемых по всему лицу земли, пытаемых, в узах, утеших. Прими в обители Твои вещи, даруй мир Израилю, Украине, России. Тебе, Господи, слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву и воздяни рук, как жертву вечернего благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей. Господи, небо и земли, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит, раб Твой. Аминь. Аминь. Смертью, Христос.